Сегодня ваши суставы болят, ноют на погоду и опухают. Завтра хрустят, разрушаются, и вы обездвижены. Болезни суставов – это опасность 21 века, которая касается каждого третьего из нас. Какие продукты помогут суставам оставаться всегда здоровыми, знает диетолог Светлана Фус. И на помощь нам сегодня пришли мои замечательные гости – Даша Трегубова и Снежана Егорова. Я так рада вас видеть, потому что помню, как чудесно вы сыграли в футбол, фактически. Помните, когда мы разбирались с гемоглобином? Мы забыть до сих пор не можем этого. Да, я тогда проиграла. Я проиграла, и все время требовала у Снежаны реванш. Сегодня будет, можно сказать, матч-реванш, состязание, в ходе которого мы узнаем о замечательных продуктах, помогающих нашим суставам быть здоровыми. Но прежде, Свет, расскажи, пожалуйста, почему больные суставы – это проблема не только пожилых людей, как раньше, но и вообще практически всех. Ну, потому что, если мы вспомним, за компьютером сидят сейчас, начиная с глубокого детства, скажем, какие-то подвижные игры, мало кто сейчас этим занимается. Мы знаем, какое сейчас питание у наших детей, поэтому, начиная с детства, состояние суставов ухудшается и ухудшается. Действительно, продукты питания могут помочь нашим суставам оставаться здоровыми? Дело в том, что продукты питания несут на себе белки, жиры, углеводы, которые входят в состав наших соединительных тканей, то есть суставных поверхностей, наших связок, и поддерживают их эластичность, подвижность и так далее. Сегодня будут физические нагрузки, умеренные, с радостью, с хорошим настроением, в общем, для суставов – вот. А заодно узнаем, какие продукты для них полезные. Мы поговорим о некоторых продуктах, которые должны быть обязательно на нашем столе. Это пять продуктов, которые обладают такими чудодейственными свойствами, да, и они должны в рационе быть нашим ежедневно практически. В ходе эстафеты, которую вам сейчас предстоит пройти, вы разработаете суставы все по очереди, а заодно, и это очень важно, поможете и себе, и моим гостям, и нашим зрителям узнать, какие продукты для сустава весьма полезны и помогут им оставаться всегда молодыми. Это будет пять состязаний. Каждое из испытаний приведет вас к желаемому результату, то есть к тому продукту, который помогает определенной группе суставов оставаться гибкими, а значит, здоровыми. Кто окажется лучшим, тому достанется приз. Универсальный тренажер, по мнению нашего супертренера Аниты Луценко, это лучший тренажер для поддержания здоровья суставов в любом возрасте. И кому-то из вас он сегодня достанет. Смотри, как у Даши загорелись глаз. Она так любит состязаться. В прошлый раз ты унесла домой кубок. Мне очень нравится ваш спортивный настрой, особенно Дашин, потому что она хочет отыграться. Итак, первое состязание будет для шейных суставов. В ходе этого задания вы прекрасно разработаете шейные суставы. Они у вас станут более гибкими, а значит, более здоровыми. На этих досках скрыто название продукта, который помогает суставам быть гибкими. Для того, чтобы узнать, что это за продукт, у вас будут вот такие кисти, которые вы возьмете не в руки, потому что руки мы вам свяжем, а в зубы. Вот таким образом, с завязанными руками. Вам нужно будет как можно быстрее, потому что вы соревнуетесь между собой, расчистить пространство, увидеть буквы, которые находятся в разброс, и узнать название этого волшебного продукта. А вы потом развяжете нас со Светой? Конечно, ведь у нас впереди еще четыре испытания, всего их пять. Кисти у нас, как вы сами понимаете, стерильные. Я руками не прикасаюсь. Нет, я тоже так так. Ой, какой прекрасный. Вам это очень идет. Располагайтесь. Три, два, один. Начали! Кому первому удастся сложить слово из букв, кстати, они расположены в разброс, тот выкрикивает название этого замечательного продукта. Это продукт, который поможет суставам оставаться здоровыми. Отлично, великолепно. Буквы расположены в одинаковых местах, кто в разброс. Мэгдаль, мэгдаль, мэгдаль. Мэгдаль. Ну я пока не знаю, правильный это ответ или нет, но давай освободим девчонок, чтобы им не приходилось стоять долго с завязанными руками. Спасибо, девочки. Это был лучший экспириенс в моей жизни. Это правильный ответ, потому что в миндале содержится очень мощный антиоксидант и витамин, витамин Е. Защищая наши клетки, он делает это с нашими суставами, он сохраняет им молодость. Если мы будем употреблять небольшое количество миндаля каждый день, хотя бы грамм по 20, нашим суставам будет гораздо легче. Можно миндаль заменить другими орехами в таком же количестве, например, это может быть и арахис, и грецкий орех. Посмотрите, какая гордая Дашенька сейчас стоит, да? Потому что Даша дала правильный ответ, победила в первом испытании. В непростых условиях, скажем прямо. В непростых условиях. Ты победила в первом испытании нашей эстафеты, и тебе достается тот самый продукт, который приносит здоровье и молодость нашим суставам. Это миндаль. Это миндаль. Дашь 20 граммов. Спасибо, дорогая. Мне кажется, это прямо на неделю. Благодарю. Да, это да. Это на большую неделю. Отправляй этот волшебный продукт к себе в корзину, а я объявляю о следующем упражнении для наших суставов, которое является заданием в нашей эстафете. Следующие суставы у нас какие? Плечевые. У нас следующее испытание. Мы на вас наденем вот эти жилеты, которые связаны между собой. Вам необходимо будет достать коробку со следующим продуктом, а заодно и размять плечевые суставы. Кто первый доберется до продукта, тот откроет коробку и увидит, что это за продукт. Тот и победил. А вы видели рост Снежаны? Ну, у Даши, конечно, очень мощный спортивный азарт сегодня. Ты чувствуешь Снежану? Конечно, у Даши только не кусаться, не щипаться и не биться ногами. Вы же понимаете, что сразу не нужно начинать тянуть, а по команде, чтобы все было ровно. По честному. Жилеты соединены эластичным канатом, то есть вы сможете двигаться, делать это одновременно. И та из вас, которая первая достанет коробку, откроет ее, увидит тот продукт, который является целью в этом задании. В результате еще одно очко в нашей эстафете. Я вас очень прошу, будьте осторожны, насколько это можно в спортивном азарте. Готовы? Да. Один, два, три. У нас разные весовые категории. Это было блистательно. Спасибо. Я получила массу удовольствия. Я не знаю, положительные эмоции, Светочка, они являются профилактикой для суставов? Однозначно да. Я думаю, что у Снежаны где-то 50 лошадиных сеток. В любом случае, получилось, что кто бы не победил, мы бы узнали, что яблоко – это тоже продукт, полезный для суставов. Света, чем? Дело в том, что яблоки содержат большое количество кверцетина. Это такое вещество, защищает нашу коллагеновую ткань. Содержится он в большей степени в кожуре. Коллаген – это то, из чего, собственно, состоят наши связки, наши поверхности суставные. Желательно съедать одно-два яблока в день с кожицей. Для людей, у которых, например, есть проблемы воспалительного характера, с суставами, очень хорошо выпивать до литра настоя яблочного в день. Просто яблочки мелко режутся, заливаются холодной кипяченой водой, настаиваются в течение часа, эта жидкость выпивается. То есть можно уточнить, секундочку, именно не компот яблочный, не варить? Нет, не варить. Именно холодной кипяченой водой заливаются, чтобы все необходимые элементы все-таки попадали в организм. Конечно, спасибо. Мы узнали еще об одном продукте, который идет на пользу нашим суставам. Это яблоко. Счет в нашей викторине становится 1-1. А у нас впереди еще три продукта, за которые нашим участницам нужно будет побороться. И на очереди упражнения для кистей рук и суставов пальцев рук. Вот так вот. Нас учила преподаватель по музыке вот так вот разрабатывать. Сначала одной рукой по пальцам идти, вот как раз суставы пальцев, а потом другой, особенно зимой, когда холодно. Это практически тренировка перед состязанием, которая будет очень интересным и для вас, наверное, знакомым, потому что вы девочки и у вас есть дочки. Но правда Полина слишком маленькая, чтобы ей косу заплетать. Тем не менее, вы будете сейчас заплетать косы нашим помощницам. Причем качество тоже будет проверяться. Да, нужно сделать и быстро, и качественно. Одна хорошая, качественная, красивая коса. В чем волосы у девушек будут практически одинаковыми. Кто из вас первая справится с заданием, получит еще один балл в победе. Проходите, пожалуйста. Прекрасно. А как вас зовут? Оля. Олечка. Олечка и Алина. Олечка. Да. Вы готовы? Да. Девочки, вы готовы к прическам? Умнички. Один, два, поехали. Так, Даша, понятно, несколько суетливо так подходит к этому вопросу. Свет, ты можешь смотреть, насколько качественно Даша плетет косу? Но довольно быстро. Моя коса уже готова. Моя коса готова раньше, чем твоя коса готова. Итак, получились совершенно одинаковые косы. С Нижаной тоже хорошо, но Даша чуть быстрее справилась с этим заданием. Наверное, потому что очень переживала. Конечно, Дашка старалась. Молодец, Дашунька. Я тренировалась. Вы чувствовали, как разрабатывались суставы, когда вы заплетали косу? Да, 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 конечно. А вы ничего не замечаете? Ведь задача была какая? Узнать, какой продукт полезен для здоровья. И к данному моменту, благодаря резиночкам на косах, вы уже можете сказать, что это за продукт. Ананасец! Спасибо огромное. Вы нам очень помогли. Чем же так полезен ананас для суставов? Ананас – это продукт, который содержит достаточно много полезных веществ. Первый из них – это аскорбиновая кислота. Она участвует в синтезе коллагена. То есть того коллагена, который, собственно говоря, отвечает за эластичность и за вообще строение наших суставов и связок. Второе – в ананасе есть бромелайн. Такое вещество обладает защитными свойствами для наших суставов, снимает воспалительные процессы. Если употреблять 150-200 граммов ананаса хотя бы пару раз в неделю, это будет достаточно. Не скрывая радости, даже Трегубова хочет получить свой ананас! Конечно! И мы его ей и подарим. Ой! Вот спасибо большое. Вот такой красивый. Три испытания пройдено. Мы уже знаем о трех продуктах, которые благотворно влияют на состояние наших суставов. Миндаль, яблоко и ананас. Счет в нашей викторине 2-1 в пользу Даши. Но это пока, ведь впереди еще два продукта, а значит два очень интересных испытания. И прямо сейчас будут упражнения для коленных суставов. Задание необыкновенно интересное, я уверена, что вы справитесь с ним на ура. Вот здесь тот заветный продукт, который принесет победительнице этой части эстафеты еще один балл. Вот мячи для фитнеса, насос. И с помощью этого насоса нужно мяч для фитнеса накачать. Ногой именно так вы будете разрабатывать коленный сустав. И когда вы накачаете мяч для фитнеса, вы на него сядете и поскачете. Правда? Там есть замечательные рожки, нужно за них держаться и вот так вот скакать. Кто из вас первая откроет эту коробку, то получит продукт себе в корзину. А вы уже знаете, что это очень приятно. Пожалуйста, пройдите на исходные позиции. Вы готовы, мои дорогие? Да, наверное. Снежана и Даша. Я желаю вам удачи. Вперед! Боже, Боже, Дарья, Дарья! А тем временем Снежана... Ой, скинь! Даша, как сражение. Я уже могу сказать... Но она надувается, правда, девочка. Смех! Дашечка! Дашенька, ты можешь прыгать на том, что есть. Итак, Снежана достала морковку. И продукт, полезный для суставов, отправляется к тебе в корзину. И счет становится 2-2. А чем полезна морковь для суставов? Морковь – это ценнейший продукт питания. Во-первых, в нем много бета-каротина. Бета-каротин очень тщательно защищает наши суставы, поддерживает их эластичность. Бета-каротин устойчив к термической обработке. И поэтому он хорошо усваивается как из сырой, так и из вареной моркови. Можно добавлять туда немножко оливкового масла или сметаны. И употреблять его в виде салата или в виде каких-то блюд, в которые морковь добавляется. Где-то одна средняя морковь в день. Этого достаточно, чтобы то количество бета-каротина, которое нам необходимо для защиты суставов, поступало в наш организм. Таким образом, мы идем к цели. У нас остается еще один продукт, полезный для суставов. И, кстати, это будет решающий продукт и решающее испытание. Ведь сейчас в нашей викторине счет 2-2. Как все напряженно. Сейчас вам удастся продемонстрировать все способности своих суставов, потому что следующее испытание, а соответственное упражнение на все суставы нашего тела. Вот эта полоса препятствий заставит вас быть гибкими, ну и красивыми, как всегда. Таким образом, ваши суставы разомнутся, а мы с вами благодаря этому испытанию узнаем еще об одном продукте, который для наших суставов весьма полезен. Давайте первое это испытание будет проходить Снежана, поскольку она победила в предыдущем испытании. Тебе нужно будет как можно быстрее пробраться через этот лабиринт из нитей, но и при этом еще одна задача – не задеть ни одну нить. Если ты заденешь какую-то из нитей, это добавит еще 5 секунд к тому времени, за которое ты пройдешь этот лабиринт. Я буду засекать время с помощью секундомера, а Света, я попрошу тебя, Светочка, считать количество задетых нитей. Мы увидим это, потому что все вокруг замигает. Дашенька, ну для того, чтобы ты не восприняла испытание Снежаны как подсказку для себя, тебе придется отвернуться. Мы можем начинать, Снежана, ты готова? Да, я готова. Время пошло. Отличное начало. Раз. Я думала, что это проще. Но это достаточно сложно. Ой, теперь вообще непонятно, что делать. И время, стоп. Итак, Снежана, ты преодолела этот лабиринт, я считаю, с фантастической скоростью. 22 секунды. И коснулась два раза. К этим 22 секундам мы добавляем еще два раза по пять, еще 10 секунд. Получается 32 секунды. Отлично. Великолепно. Отправляйся, Дашенька, туда, где начало испытания. Так, я обнуляю секундомер. И как только ты скажешь, что ты готова, Дашенька, ты сможешь начинать. Готова. Начали. Так. Да ты посмотри, что... Ну, это было феерично, на мой взгляд, да? Конечно. Но при этом Даша один раз задела нить, и поэтому к 9 секундам, а ты за 9 секунд прошла это испытание, мы добавляем еще 5 секунд, и получается всего 14 секунд. Молодец. Мы наконец-то можем. Матя Риванш. Спасибо, составлялся, да. В сегодняшней викторине, которая посвящена продуктам, полезным для суставов, победила Даша. И я спешу об этом сообщить, потому что Даша очень стремилась к победе, хотя и соперница Снежана была, как всегда, великолепна и достойна, да? Абсолютно. Снежа, это тебе. Спасибо. Что же это за продукт, ради которого ты так быстро проскакала сквозь лабиринт? Открой, пожалуйста, нам секрет, Свет. Такой совершенно замечательный продукт, очень простой. Фасоль? Это фасоль. Причем прошу обратить внимание на цвет. Фасоль – это темная фасоль, да, или красная фасоль. Для того, чтобы наши суставы, вся коллагеновая ткань в организме хорошо синтезировалась, обновлялась, необходим такой элемент, как марганец. И вот фасоль содержит марганца достаточно много. Суточная потребность марганца – 5-7 миллиграммов, а в 100 граммов фасоли содержится около 30. Необходимо хотя бы 50-70 граммов фасоли съедать два раза в неделю. Кроме того, в фасоли содержатся витамины группы В. Это тоже те же участники синтеза соединительной ткани. Итак, мы распознали в ходе эстафеты 5 замечательных продуктов, которые необыкновенно полезны для всего организма и для суставов в частности. А поскольку Даша победила, у нее в корзине три продукта. Это ананас, миндаль и фасоль, но и корзина снежаны не пустая. Замечательное яблоко и морковь. Все гораздо скромнее, дорогие друзья. Но поверьте мне, качество этого продукта придаст вашим суставам тоже качество. Но я тебе обещаю, если ты действительно соберешься варить борщ, я к тебе приду со своей фасолью, ну и с ананасом и миндалем. Как мы и обещали, победителя викторины ждет приз. По мнению нашего супертренера Аниты Луценко, это лучший тренажер как для суставов, так и для общего состояния здоровья. Светочка, ты нам столько сегодня полезного рассказала. Обрадуй, пожалуйста, победительницу. Достань этот тренажер, и мы сможем его прямо сейчас испытать. Он такой маленький. Это скакалка! Да! Откуда ты все знаешь? Какая-то очень модная, и по-моему, она еще тебе будет показывать твое состояние здоровья и какие-то показатели. Ой, слушайте, а действительно здесь есть счетчик. Я очень рада, Снежана, что тебе понравилась эта скакалка, потому что ты тоже прекрасно сражалась. И этот супертренажер достается и тебе тоже. Ой, спасибо! Так приятно на вас смотреть, особенно, когда вы делаете что-то полезное для своего здоровья. Так что попрыгаем? Да. Вот как работает универсальный тренажер, доступный каждому и полезный абсолютно для всех. Спасибо вам огромное! Будьте здоровы! Привет, YouTube! Теперь мы с вами будем видеться и здесь. Если вам понравилось наше видео, то оставляйте свои комментарии. А для тех, кто мечтает о красивой фигуре, внизу появилась кнопочка «Подписаться». Так что нажимайте ее и будьте первым, кто получит видео и станет стройнее вместе с нами.